и на байк travel rd 2023 2024 года это наверное один из самых недооцененных фэдбайков на российском рынке на мой субъективный взгляд а почему я так считаю узнаете из этого ролика меня зовут саша вы на канале турбайк тайм ну что время немножечко надушнить но прежде чем мы перейдем к позиционированию этой модели на рынке хочется упомянуть что этот фэдбайк продается только формате фреймсета то есть вот это вот сборка которая у меня сейчас на тесте это всего лишь видение и на байка как бы выглядел финальный велосипед поэтому она не имеет ничего общего с реальностью минус ли то что этот фэдбайк не продается формате комплита на мой взгляд да это минус потому что было бы прикольно если бы компания заморочилась и сделала комплит в районе там 60 тысяч рублей с бюджетной навеской а фреймсет бы остался только для тех кто хочет собирать какие-то заряженные сборки по типу вот этой начнем по классике с позиционирования так как и на байк нигде про это не пишут мне пришлось запросить эту информацию у них напрямую и они видят этот велосипед как максимально универсальный фэдбайк с упором на проходимости с неким небольшим заделом под туризм получилось у них это или нет об этом я выскажусь уже в конце видео переходим фреймсета здесь стоит упомянуть что рама и вилка у меня не стоковая рама вообще предсерийная а вилка это карбоновая и на байковская которая уже снята с производства к сожалению поэтому по вилке который идет в комплекте с фреймсетом я буду судить отдельно и только по фотографиям начнем с качество сварных швов что очень важно мне реально понравилось как здесь проварены швы они такие аккуратненькие относительно ровненькие сварка конечно кое-где пляшет но это в принципе у всех велосипедов так я не видел вообще ни одного велосипеда чтобы у него была прям идеальная сварка что же касается лакокрасочного покрытия она здесь тоже на уровне учитывая что этот велосипед катали еще до меня и насколько я знаю на нем даже каталась девочка триальщица поэтому здесь уже видны и очень такие сильные коцки на раме тут такой добротный слой грунтовки положен и если учитывать что на этом велосипеде я катался груженной сумками около месяца лакокрасочное покрытие просто отлично выдержала если сравнивать с моим шульц вандер на котором я катаюсь ну на повседневке у него в первом же походе и стерся в мясо рулевой стакан прямо до металла поэтому если сравнивать качество покраски там с шульцами с пройдами и с большинством стальных великов которые продаются там у нас на российском рынке в районе 50 60 70 тысяч рублей то на этом фреймсете краска будет намного намного лучше переходим к техническим характеристикам интересным решением рам у нас выполнена из 60 61 алюминия без баттинга да это достаточно тяжелые компоненты чего уж тут душой кривить спереди у нас конусный рулевой стакан под чашки 44 56 разрез подсидельного зажима у нас находится спереди это очень хорошее решение потому что сзади грязь с колеса не будет закидываться внутрь рамы у нас внутренняя проводка тросиков вот вы можете наблюдать у нас на нижней трубе есть два технических отверстия но при этом и на байк почему-то забыли убрать в рубашку тросик на нижнем пере для меня это достаточно странное решение верхние нижние перья у нас соединены с подсидельной трубой при помощи подков это вообще очень интересное новаторское решение которого я нигде не встречал возможно конечно для фэдбайка строение это какая-то норма и возможно есть какие-то модели западных велосипедов которые делают точно так же но я их не встречал в чем здесь фишка то что у нас благодаря этому техническому решению в раму лезет покрышка 505 дюймов и при этом у нас сохраняется довольно таки узкий q-фактор ну конечно же по меркам фэдбайка сюда можно установить шатуны с валом 178 миллиметров у нас также есть крепление под подножку на заднем левом дропауте и венец всего этого велосипеда на мой субъективный взгляд это дропаут и слайдеры если мы возьмем классические горизонтальные дропауты у нас там встречаются две глобальные проблемы первая проблема это когда мы двигаем колесо вперед-назад нам приходится за ним подстраивать положение калипера это неудобно здесь же и на байк решили эту проблему тем что они интегрировали крепление калипера в сам слайдер и поэтому когда мы двигаем колесо вперед-назад у нас отпадает необходимость регулировать тормоз это очень круто и 2 очень насущная такая проблема это перекос заднего колеса то есть если у нас идут обычные горизонтальные дропы мы можем выставить колесо и при сильных нагрузках она у нас может перекрашиваться здесь же у нас идет крепление с двумя болтами на каждом дропауте мы их откручиваем и соответственно чтобы нам отрегулировать колесо по положению вперед или назад у нас есть специальные торцевые болты которые спрятаны внутри этих дропаутов мы можем спокойно отрегулировать положение колеса выставить его по уровню практически до миллиметра и затем просто затянуть болты на дропах это очень крутое решение очень грамотное решение и я удивляюсь почему все так не делают это очень очень круто что у нас по креплениям на самом деле их не густо что в при сирийке что в стоке давайте посмотрим на внутрирамное пространство у нас на посидели трубе две боночки столько же идет стоки на нижней трубе у нас две боночки но сток идет 4 вне переднего треугольника на нижней трубе у нас идет две боночки под тулбокс или флягодержатель на верхних перьях у нас крепление под багажник есть крепление на дропаутах под крылья на вилки и стоковые у нас есть крепление под багажник крепление под крылья и два диагональных ряда бонок по три штучки с каждой ноги это похожее решение как допустим делает компания шульц вот если вы видели лон рейнджер или боссдон край там есть вот эти диагональные банки это когда у нас крепление смещены немножко ближе к раме то есть они находятся не по центру ноги а немножечко со смещением крепится кому-то это нравится кому-то не очень я все-таки за то чтобы крепления были по центру вилки мне так нравится немного больше какие у нас здесь есть нюансы допустим если на вилку мы можем закрепить полноценное крыло то сзади этого сделать не получится без колхоза потому что ответные крепления под крыло у нас есть но при этом из за того то что у нас используются две подковы сверху и снизу они наше крепление под крыло сожрали поэтому я не знаю через придется придумывать многие люди любят полноценные крылья на футбайках но как здесь их использовать не совсем понятно как оказалось крепление под заднее крыло на прототипе отсутствует но при этом серии она есть если вот мы посмотрим сейчас на видео и на изображение на нижней подкове у нас есть техническое отверстие для крепления крыла но при этом когда мы ставим полноценные полноразмерные крылья у нас получается крепление идет только в трех точках то есть это две точки крепления за перо и одна точка это крепление около нижней подковы верхней подковы крыло никак не касается переходим геометрии признаюсь честно то что здесь я хлебнул говна просто полными ложками потому что у этой итерации traveler деда которая вышла в двадцать третьем году целых три варианта геометрии целых три когда сидел в чате и на байка я перелистал просто огромное количество информации потому что изначально китайцы прислали неправильную геометрию потом люди начали получать свои велосипеды начали перемеривать в итоге у всех получились разные цифры к этому подключились сами на байке выложили видео где они сами все обмерили и пока я всю эту информацию прочитал структурировал и собрал воедино я потратил просто огромное количество человека часов итак у нас есть три итерации вот этой рамы и вилки до вот этого фреймсета первая версия это вот которая у меня на тесте сейчас это предсерийный образец она имеет укороченный передний треугольник и этот 615 миллиметров далее у нас идет серийная рама двадцать третьего года она имеет и т.д. уже шестьсот пятьдесят миллиметров и при этом это относится вообще ко всем ростовкам и к 480 и 540 и 584 то есть там у нас меняется по факту только стендовер и высота подсидельной трубы если брать версию 24 года самую новую там уже идет привычное нам изменение пропорции и геометрию вы сейчас можете наблюдать на экране давайте я быстренько назову основные цифры трейл вилки у нас идет 104 9 миллиметров провис каретки 60 миллиметров длина перьев 472 миллиметров задвинутом состоянии и 482 в отодвинутом состоянии наклон рулевого стакана 69 градусов если мы говорим про соотношение с такой ричи то в самой маленькой ростовки 480 и у нас 139 к одному в ростовке 540 у нас один и три к одному и в ростовке 584 у нас идет 123 к одному какие выводы мы можем сделать исходя из вышеперечисленных цифр то что перед нами классический современный мтб у нас довольно длинный передний треугольник у нас высокая каретка у нас довольно четверный угол рулевого стакана единственное что выделяется из всей этой картины это длина заднего треугольника потому что перья даже в самом задвинутом положении 472 миллиметра это очень много и велосипеду они придают очень серьезную такую стабильность особенно на рыхлых и сыпучих грунтах поэтому давайте наверное плавненько уже будем переходить к опыту эксплуатации я расскажу где я тестировал этот велосипед в каких условиях и какие я могу сделать свои личные выводы по поводу этого фреймсета переходим к опыту эксплуатации этой сборки и первое что я хочу сделать это назвать комплектующие которые здесь установлены потому что их незаслуженно обошел вниманием про вилку карбоновой атенобайка я уже упоминал трансмиссия у нас здесь с рэм gx на 11 скоростей сзади у нас кассета 1151 т от сан рингл спереди у нас система от провил с полом валом и 34 звездой руль у нас на 760 миллиметров обычный алюминиевый тормоза у нас хаис с карбоновыми ручками гидравлические грипсы втб сиденье у нас втб сильверада карбоновый подсидельный штырь колеса у нас заспецованы на втулках сан рингл обода у нас карбоновый атенобайка на 86 миллиметров шириной и покрышки витаяр мишин команд на 46 дюйма 26 теперь можно переходить к опыту эксплуатации велосипед у меня на руках уже около трех месяцев и за это время успел вдоволь на нем накататься как пустым так огруженным а также захватить довольно внушительный кусок нашей суровой российской зимы которая в двадцать четвертом году оказалось такой ну довольно снежный пустой велосипед мне понравилось как он управляется у него очень легкий перед при этом на мой вкус у него очень очень длинные нижние перья велосипед получился бы супер легким супер фановым супер веселым если бы не длина заднего треугольника на мой вкус я бы сделал ее где-то 440 445 но максимум 450 и тогда в купе с вот такой вот агрессивной посадкой из этого фреймсета получился бы очень крутой спортивный снаряд можно было бы рассекать на нем на трейлах динамично штурмовать снег и все в этом роде но вот немножечко здесь и на байк видимо не доработали но при этом если мы говорим о штурме снежных там подушек если вы выезжаете зимой там в открытое поле и штурму те целину то длина базы она очень важна и как раз таки когда я выезжал на этом велосипеде в чистое поле снежная длинная база помогала сохранять высокую стабильность но обратная сторона медали если здесь была бы посадка очень такая вертикальная да если бы соотношение стыка рича было бы не такое жесткое я бы мог намного дольше штурмовать эти снежные подушки потому что с таким соотношением стыка рича после 20 минут катания у меня начинают болеть руки у меня начинает затекать спина то есть здесь я вижу такое ну небольшое противоречие кстати можете еще заценить видео где мы с антоном лоб в лоб сравнивали фэдбайк и плюсовый велосипед и там как раз таки очень много полезной информации по тому как ведет себя этот агрегат в суровых зимних условиях как велосипед управляется в груженом состоянии на мой взгляд он становится более стабильным когда я завесил этот велосипед сумками он стал еще таким более приутюженным да из него бы вышел просто отличный туринг если бы не несколько параметров ну первый параметр это конечно же соотношение стыка ричи здесь очень агрессивная посадка если бы она была более вертикальной то я бы мог спокойно крутить на этом велосипеде большое количество километров второй параметр это провискаретки все-таки для классических турингов это значение варьируется от 70 ниже здесь у нас провискаретки 60 и это все-таки ближе к мтб на здесь большой клиренс но с точки зрения ощущения внутри велосипеда это играет нам минус ну и последнее это очень высокий трейл вилки и когда ее загрузил управление место очень резкого стало очень невнятным очень таким заторможенным если мы берем классические туринги то у них идет дорожный трейл вилки низкий велосипед в пустом состоянии управляется очень дергана но при этом когда мы завешиваем его сумками нам становится удобно здесь же в пустом состоянии вроде бы быстрое управление но когда мы загружаем его сумками она становится невнятным такой короче параметр меня это не очень устроило поэтому если брать этот велосипед как туристические то вы должны обращать внимание на вот эти нюансы что касается компромиссов по удобства укрепления байпакинга то здесь я нашел всего два первые это неудобно крепить задний фьюлбэк из-за того то что у нас есть вот это вот перекладина между верхней подсидельной трубой вам придется либо ездить все время с перекошенным фьюлбэгом либо же делать фьюлбэк на заказ чтобы вам как раз таки отрезали у него нижнюю часть которую занимала бы это самое перекладина и второй нюанс это крепление нижних вонок на нижней трубе на мой взгляд они расположены слишком высоко и никогда мы здесь крепим либо флягодержатель либо тулбокс и у нас закреплены на вилке при этом и не кейджи допустим сумки там литров на шесть то при поворотах экстренных мы начинаем упираться в этот флягодержатель с точки зрения туризма это достаточно странное решение но в любом случае не обязательно сюда вешать тулбокс вы можете сюда повесить какой-нибудь насос и тогда проблем никаких не будет какие можно сделать резюме по этому велосипеду я считаю что и на байку стоит его немножко доработать нужно убрать отсюда все ненужные крепления в том числе крепление под подножку и укоротить задний треугольник чтобы нижние перья были где-то 440 445 миллиметров а все наработки которые есть в этой модельки перенести уже в новую сделать там более вертикальную посадку и поработать над недостатками которые я назвал это сместить банки на нижней трубе ближе к кареточному стакану и убрать вот эту вот перемычку чтобы нормально вставал задний фьюлбэк и вот тогда у инобайка получится очень классная линейка футбайков то есть первый футбайк будут покупать люди которые хотят на нем отрываться зажигать фаново кататься участвовать может быть даже в каких-то соревнованиях и 2 моделька была бы для спокойного размеренного туризма которая была бы длиннобазная и которая бы предлагала весь необходимый для этого функционал спасибо большое за просмотр прожмите этому обзору жирный лайк напишите обязательно комментарий и не забывайте пользоваться промокодом турбайк тайм который дает вам скидку три процента у наших друзей магазина double sport но если вам понравился этот фрейм сет если вы хотите его приобрести со скидкой то можете написать либо в комментариях либо написать нам личку вконтакте без скидок этот фрейм сет стоит 29100 рублей но нашим подписчикам и нашим зрителям он выйдет дешевле за просмотр что вы хотите его приобрести со спортом и не может быть